Продолжение следует... 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 И давайте читаем здесь «Песнь песни», вторая глава. И у вас, у вас... Я нарцисс, саронский, лилия, долин. Вот, я просто хотел... Я роза, шаронская, и лилия, долин. Роза, шаронская. Шарон, шаронская, это, ну, роза. Роза, и здесь говорит, конечно, проблазно, но здесь в вероучительном смысле. Здесь Господь Иисус Христос. «Песнь песни» говорится про отношения как между Христос и его церковь, невестой его. И здесь он говорит, муж, здесь говорит, я... Что здесь? Я роза, шаронская, и лилия, долин. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Здесь это у вас, по-моему, дочери. Среди дочери. Что яблоня между листными деревьями, то возлюбленная моя между юношами. «Втяни ее, люблю я сидеть, и плоди ее сладки для гортани моей. Он вел меня в дом пира». Вот это здесь говорит Господь. И здесь уже невеста говорит. «Он вел меня в дом пира, и знам я его надо мной». Что? Любовь. Так что церковь, мы говорим, что наше знамя выше нас, это его любовь. «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня». Здесь надо немножечко воображение понимать, именно позиции здесь. Это либо он ее держит вот так, или я бы сказал, что они оба лежат к боку. И его рука правая под вот так, и вот так. Называется «спунинг» в английском языке. «Заклинаю вас, черри, иерусалимские, с сырнами или полевыми линями, не будьте и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Доколе ей? Ей это она, да? «Заклинаю вас, о вы, дочери иерусалимские, косулями и ланями пованями, чтобы вы не тревожили и не будили любовь мою, пока не будет угодно ему». Вот. Вот здесь это такое. Ну, речь не об этом идет. Песня песни, песня Соломона, это очень такое хорошее, вероучительное, это бывает трудновато разобраться, но что касается назидания для верующих людей, она очень прекрасная, потому что здесь говорится об Иисусе Кресте, и говорится о его любви, и его отношении с невестой. И вот хотел обращать ваше внимание на самый первый стих «Я Роза Шаронская и Лилия Далин». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы говорим, ну, просто слово благодарности к Тебе за то, что Ты собрал нас вместе, Господь, чтобы Ты здесь основал церковь, и Господь молился, чтобы Ты ее укрепил, чтобы Ты ее вдохновил, подбадривал, чтобы Ты оживил ее, и Господь, чтобы она была яркий свет в этом городе, Господь. Молюсь, чтобы Ты благословил сегодня вечером наше собрание, и чтобы проповедь была на назидание святых, и на прославление Божьего народа, на прославление нашего Спасителя, Господь. И, Господь, молимся за Твою народу, чтобы Ты... Ну, Господь, нам нужна Твоя помощь, чтобы, Господь, мы принесли к Тебе плод и принесли к Тебе славу. И, Господь, молюсь, чтобы Ты дал говорение, чтобы Ты дал вдохновение, чтобы мы смогли Тебе видеть, может быть, по-новому сегодня вечером. И мы это все молимся во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Хорошо. Я Роза Шаронская. Роза Шаронская. Это одна из имен нашего Спасителя в Библии. Был американский такой дипломат, и у него была международная такая конференция в Вашингтоне, и где он встречался с одним человеком, у которого было странное поведение. Этот человек он держал в руках какие-то там что-то непонятное что, и он там как будто что-то говорил и что-то посчитал. И этот американский, крестьянский такой дипломат, он подошел к этому человеку и сказал, что у Вас там такое, что это за шарики такие или что-то. Он говорит, что это не шарики. Он говорит, что здесь эти алмазы, драгоценные камни, и здесь не просто какой-то там нитка, кусочек нитка. Он сказал, он показал ему, вот здесь эта золотая такая. Получается, что человек, конечно, был мусульман, и он сказал, что я стараюсь вспоминать столько именов от моего Бога, Аллах. И он сказал, что всего у него 98. 98 имена, 98. И я вспоминаю. И потом он вызывал, ну, бросал вызов на этот христианин. И он сказал, сколько имен у Вашего Господа Бога. И со стыдностью и смирением этот человек просто не смог вспоминать, не смог понять, даже не знал. И он просто пошел домой, и немножечко ему было стыдно перед Господом. И, конечно, за то, что этот человек, который он посчитал поганым, язычником или какой-то там неверующий, он смог, вот, 98, и он, конечно, не смог. Поэтому он взял Библию в руках и во время путешествия домой, он на следующий день, там, на 30 тысяч километров от Вашингтона, вот туда, до, вот, другого города, он посчитал, сколько он смог имен и титул нашего Господа вот вспоминать. И пока он доехал, или долетел, он успел 208 найти в Библии. 208. И потом он сделал для себя это, как поиск жизни. Он начал внимательно потом читать Библию, он начал внимательно именно все эти прообразы, все титулы, все имена нашего Господа Бога, и в течение его жизни он сказал, что он нашел примерно, вот, 700. И один из них, это, конечно, он Роза Шаронская. Роза Шаронская. И Шарон, это было место в Израиле, вот держите здесь это место открыто, и откройте, пожалуйста, первое, да, первое Парлапаминон, и 27 глава, первое Парлапаминон, и 27 глава, и здесь перечисляется, как, ну, типа экономия, или порядок во время царства Давидова. И как он там руководил, как у них был порядок, и как он ухаживал, домостроительство, вот, его дома, и все остальное, и кто руководил что, и кто отвечал за чего, и потом здесь у нас в 29 стихе, интересный такой вот детал, и здесь написано, что над крупным скотом насущимся, где? в Шароне, в Шароне, шитрай, Шароньянин, и над скотом в долинок, Шафат, сын Адлая, Адлая, вот, так что здесь мы видим, что самое наилучшее поле в Израиле в то время было это Шарон, Шаронское это поле, и самое плодоросное, самое вот красивое, самое, как сказать, водяное, где был доступ на воду там, как? Уращаемое, уращаемое, вот, уращаемое, и, конечно, вот, запах этого места всегда вспоминается в хорошем свете, и здесь, это поэтому, здесь это самое, самое красивое место, зелень там, и цветы, скота, и речки там, и птички, и можно слышать вот этот шум вот этого природы, там, как пчелы там летают, как птицы поют, и эта долина вот такая, и самое, самое красивое такое, как растение, там это было именно эта роза, называется роза, шаронская, и то, что интересное об этом розе, это в том, что она, у нее всегда, у нее вот так, всегда пять, как называется, да, листков, но и всегда на каждом педале, на каждом педале есть три, вот такие, у нашего Господа Иисуса Христа пять ран, так, и там написано, что вот Божество в нем обитает, что, телесно, Отец, Сын и Святой Дух, это пробраз нашего Спасителя, интересное, и я бы хотел именно о нем сегодня вечером и говорить, роза шаронская была уникальная, и она, конечно, среди тех, которые занимаются ботанической ботанией, они именно хотят, именно эта роза, потому что она такая красивая, и вот, хотел именно взять этот предмет и посмотреть, как она похожа на наш Спаситель. Во-первых, эта роза шаронская, вот, она растет из-за кусочек сухого, как сказать, кусочки, вот, или как называется, я просто исчезу, уже слово, root, корни, и Библия об этом и говорит, Исайя, возьмите, пожалуйста, пару странич, здесь, Исайя одиннадцатая, Исайя одиннадцатая, и Откровение двадцать два, Исайя одиннадцатая, Исайя одиннадцатая глава и первый стих, и произойдет отрасль от корня Иисеева и ветвь возрастет от корня его. Обращайте внимание, что здесь говорится об Иисусе Христе в втором и третьем стихе, четвертый стих, это наш Господь Иисус Христос и его тысячелетное царство как раз находится здесь уже в шестом стихе. Вот можно обращаться внимания в этом. Это пятьдесятый стих, и будет в тот день к корню Иисусееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники и покоя его будет слава. Аминь. Так что не всегда будет этот хаос, который сейчас в мире из-за исламского народа. Они везде, где они бывают, это просто хаос, это пролитие крови, это бунт, это крики, это слезы, это всегда, это такое, это кошмар, это страшность. И они все имеют кое-что общее, они против наш Спаситель Иисус Христос. Они говорят, что Он не воскрес из мертвых телесно, они говорят, что Он не Сын Божий, и унижают Его, и говорят, что Он просто какой-то как пророк, они говорят, да, Он был кем-то пророк, но меньше пророк, чем вот нашего Магомеда, который спал с девятилетной какая-то девочкой, вот, педофиль, этот, убийц, педофиль, насиловал женщину, где он бывал, он просто были слезы и страдания, и ты хочешь сказать, что этот лучше, чем нашего Спасителя Иисуса Христа, ты что, не всегда будет так, Библия говорит, что придет такое время, когда Он будет их всех унижать, слава Богу. Откровение 22 глава, но здесь написано, что придет этот отрасль, ветва, Откровение 29 глава, 22 глава, 22 глава и 16 стих. Я Иисус послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я Есим корень и потомок Давида, звезды светлая и утренняя. Так что, если у вас есть какие-то розы, и вам надо пересадить, я не знаю, как они выдерживают вот это во все процессе, но я всегда убежден, что они умрут. Какой-то там жалкий, какой-то там кусочек, чего-то там непонятно что, и ты думал, что давно уже и умер, и ты его просто посидел, наливал, и вот именно в осенью и он растет и дает именно вот очень красивое, которое на виду и дает очень приятно на нюханье. Так что, это самое первое, что розы, он растет от этого сухого дерева. И ты бы подумал, что что-то подобного типа именно еврейского народа, например, которое было рассеянное по всему миру уже дважды, то есть Господь их ударил, их рассеял по всему миру и собрал их опять обратно вместе. И второй раз уже мы это живем и мы это видим в наши дни. Господь их собрал опять в своем народе и насколько есть ненависть против именно этого народа, ты бы сказал, что никто и ничего хорошего не смог проявиться или происходить от этого именно народа. Сухое кусочек дерева. И кто здесь он имел ввиду? Он имел ввиду это наш Господь Иисус Христос. И что еще? Это говорится про распятие нашего Господа. Разве это не странно, как Господь устроил это все? Человек всегда хочет впечатлять с красотой. Он всегда хочет впечатлять. Смотрите на наши храмы, смотрите на наши иконы, смотрите на архитектуру, смотрите, как мы здесь одеваемся, смотрите, как и хотят впечатлять с красотой, когда там все пусто. А потом Господь говорит так, хочешь спасаться? Хочешь прощения грехов? Он нас вводит, самое первое, он не покажет совсем Новый Иерусалим. Это меня впечатляет. Я хочу там и быть, аминь. Но он говорит, если хочешь туда попасть, он нас за руку и говорит, смотрите на него. Какой-то еврей на кресте, кровавый, кровавый, разбитый, пронзил его, потел, течет кровь, слезы, не очень красиво. Впечатляет, когда ты понимаешь, почему он там. Молодости, молодые люди не очень ценят папу и маму, бабушку, дедушку. Они иногда смотрят на них и говорят, ой, ты меня смущаешь, почему ты так одеваешь? Они так одевают, чтобы одеть тебя. ой, мама моя, она такая уже наша, ну, как в течение времени. Все было уже солидно, все было вот именно в форме, и все начинается, я не знаю, вот, пакет чуть-чуть расслабился. Коробочка немножечко начинается сюда и туда и где-то. И детки иногда неправо относятся к родителям и говорят, вот, критикуют, вот, нельзя вот так, и вот тебе надо вот похудеть, тебе надо бросать вес. Но ты знаешь, может быть, у них вообще нету здоровья из-за тебя. Аминь. Щитовиды уже не работают. Почему? Потому что ты именно нападал на их негормонии настолько, что вообще их разрушение их организма. Но потом в старости все по-другому. Аминь. Все по-другому. Эти детки смотрят на руки мамы с папой и понимают, что вот да, они такие не молодые, не новые, они такие свежие, шрамы все есть, и как трещины, и все остальное из-за чего? Потому что они что-то строили для тебя, чтобы тебе было хорошо. И вот, начинают вот подумать и начинают ценить вот то, что не совсем не красиво. Вот, роза этот, наш Господь Иисус Христос, он вырос, он рос от этого сухого, как сказать, корня. Вот. Следующее, что интересное, что роза, конечно, красивая. Она царица среди всех растений, всех цветах. А хотя существует тысячи разных сортов этого розы Широнского, Широнской, только существует три в самом чистом виде. Красный, белый и сыны. Красный кровь, белый, это чистота и святость, и сыны, это, конечно, небеса и его божественности. Так что, и хотя там есть терни, которые колючие, колючие такие, как мужчины любят говорить, что женщины, они как эти розы, очень красивые, смотреть, но если ты прикоснулся, вот, вот, дают, нельзя трогать. Я бы хотел здесь именно давать иллюстрации, но не буду я. Ну, просто я всегда говорю моим сыновьям, что вот девочки, они всегда красивые, можно на них смотреть издалека, конечно, всегда заметно, когда мальчики, когда переходит эта перемена времени, то есть, когда они молодые, девочки неинтересные, это такие существа, которые можно просто мучить. И потом они начали что-то там не понимая, что это такое, почему у меня вот такие чувства, когда я смотрю на них, и потом они начинают смотрят на них, и потом, когда уже видно эту реакцию на девочки, надо им на этот разговор, да, они красивые, да, издалека лучше там можно наблюдать, но нельзя трогать, не прикосняйся, пожалуйста, потому что если ты прикоснулся, твои мозги сыпаться прямо оттуда, исчезают и не возвращаются. Вот. Ну, вот, наш Господь Иисус Христос, как роза эта шаронская, он самый-самый красивый, но его красота не совсем не на первый взгляд. Смотрите, пожалуйста, Исайя, 53 глава. 53 глава. Исайя 53 и первый стих. Кто поверил слышенному от нас и кому открылась мышца Господня? То есть апостол Павел цитировал этот стих в послании к римлянам. Ибо он взошел пред ним, как от отпрыг и как росток на сухой земле. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. О ком здесь идет речь? А кто здесь этот нас? Кто здесь этот мы? Во-первых, это, конечно, еврей. Он был Егова во плоти, жил с ним, кушал с ним, был с ними, не поняли. И это тоже касается нас, мы с вами, до спасения. Время времени, братья и сестры, это полезно для меня просто вспоминать, кем я был, когда Господь меня нашел. И мне больно время времени думать, какие песни я пел, какая музыка слушал. мне больно, что я наизусть знал и, наверное, сейчас знаю, наизусть я знаю стихи от этого сатаническая Библия, где богохольство. И когда у меня бывает такое, почему я в разделной, где нет воды, не преуспеваю, нету машины, нету свободы поехать куда-то, когда захочу. Когда у меня вот такие, я говорю Господь, бывает здесь, что не совсем нелегко. Я благодарен за это все, и за вас, и за этот дом, и все, но ухаживать за это все, конечно, я не преуспеваю. И особенно, когда, я не знаю, много думаю о себе, Господь меня напоминает. Помнишь, когда ты это сказал обо мне? Да, я помню. Я его не ценил, так как надо было. Он всегда был рядочком, он всегда был доступным, и невзорая на то, что я сказал такие вещи, именно к нему, из-за горечни. Он всегда просто не не слишком, он смог меня ударить мертвым, вот просто так. И он бы был и справедлив. Поэтому я понимаю, что я получил гораздо меньше, чем заслуживал. Я с радостью. Где Господь захочет, если он хочет именно здесь в разделной всю жизнь, так и будет Господь. Аминь, братья и сестры. на первый взгляд люди не видят, не смотрят и не понимают, кто такой Господь на первый взгляд. Евреи не поняли, кем он был. Но потом, когда ты смотришь на него после спасения, ты как невозможно иначе, чем просто его любить. такой персонаж, такой характер, такие черты у него, его и все совершенства, его достоинства, братья и сестры, как ты смог поступать иначе. Он такое, что вызывает от нас самое наилучшее, и он достоин все, что мы смогли его давать, и это было бы слишком мало, братья и сестры. Почему? Потому что он весь красивый. И он хочет, чтобы ты смотрел на него. Время времени лучше просто взять Библию в руках и упражняйтесь надо немножечко ваше там воображение. Когда читаю я здесь песен песнее, воображение стараюсь именно как он выглядит. И сравнивать именно на книгу Откровения как он выглядит сейчас. У него сейчас уже не черное волос, у него уже белое. Белое волос. Почему? Ну седина это из-за то есть ты пережил вот то, что он пережил на кресте, у тебя тоже будет такое. Аминь. Вот. Святости все. Но он вес конечно красивый. Вот третик. Роза. Роза она известная за свое как аромат. Самое желающее запаха в мире это как называется ну это розовая вода называется. Это масло такое. и они как высаскивают как извлекают это масло через такое очень сложное процессом. И в течение вот когда подготовил этот проповедь я сделал я копал немножечко на этот процесс и получается очень интересно как они это собирают это масло от этого роза. И во-первых то что интересное что это факт что после того как сама цвета вот исчезается можно наслаждаться на этот аромат этого роза на долгое время. И хотя Господь наш Иисус Христос уже две тысячи лет назад был здесь ходил здесь земное служение его было здесь и хотя он умер за наши грехи был погребен и воскрес из мертвых третий день мы еще две тысячи лет люди именно наслаждаются на аромат его жизни до сегодняшнего дня это благословение так что то есть можно наслаждаться можно получить удовольствие вдохновение можно хотят иметь желание просто стать лучшим человеком лучшим отцом лучшим мамой лучшим бабушкой лучшим ты хочешь быть просто лучшим когда ты рядочком Иисуса Христа это влияние одного именно персонажа вот хотя мы его и не видим как роза шаронская это один из самых драгоценных как сказать богоухан в мире в Булгарии это самое наилучшее место в мире где можно выращивать это масло розовое батан называется ватар ватар называется это вода ватар они там называют я был в Софии я был в Варне Бургас и все остальное никогда в жизни не видел именно такие розы и они были везде где мы нанимали как сказать квартиру снимали мы квартиру вышел из квартиры и там было вообще розы везде такие очень красиво я не рад в жизни не видел такую красоту и не рад в жизни именно с этого момента когда был там в Арне я начал ценить и начал хоть начал чуть-чуть понимать о чем здесь идет речь когда видел вот там именно но там в Булгарии они выращивают и делают через этого процесса и когда они выращивают эту ватар они ее поставят как называется сейфи сейфи находится в Швейцарии в Париже и в Нью-Йорке и бывает что на вес вес этого масла больше стоит чем золото или как называется платином драгоценное что-то ценное братья и сестры ты бы смотрел на это и вообще и не догадал что столько ценное почему потому что никто не может подделывать его это как это как мед ученые со всеми своими открытиями они не до сегодняшнего дня не могут переделать именно этот мед и было раньше такое закон именно в Булгарии где нельзя взять с собой кусочек этого корня этой розы потому что боялись что где-то в другом месте но получается так что никто не может переделывать так что уже отпускают берите как хочешь но ты не можешь люди стараются делать свои как религии но Иисус Христос бесподобная аминь никто подобен его они именно собирают то есть урожай именно в ночь полночь до утра почему потому что самое наилучшее ароматное такие свойства этого роза именно отпускается когда темно и это нам говорит брат и сувствами что самые темные времена в нашей жизни это именно момент когда запах нашего Господа больше заметно его утечения его назидания его вот все черты его его верности это все заметно именно когда все темно тоже факт что если ты проведешь много времени среди розами у вас это переходит на тебя этот аромат у нас на английском языке у нас как Wagle как его зовут Даг не не Даг Рей Дан как человек написал песен называется как его Дан Уэггл ну он просто был было такое время когда он был на собрании где-то по-моему это было вот в Калифорнии и там тоже у них хорошие розы и между собраниями он пошел на этот сад где было много розы и он пробыл там и на вечернем собрании он пришел и один из этих проповедников сказал я знаю где ты был ты наслаждаешься в нашем ботаническом саде где вот эти все розы и он говорит да как ты знал он говорит что запах это на вас вот я помню тоже как раз мы поехали обратно в Америку первый раз первый раз видел ее пастор там в Тенессе и он ну я не могу у меня аллергия я не могу терпеть все натурального я могу но есть вот то что эти запахи женские мужские мне все равно но когда это парфюме если там что-то я не знаю что это но просто отвратительно для меня поэтому они меня покупают и я не одеваю бедная моя жена и когда она именно вот кое-что одевает я говорю вот дорогая отойди от меня я тебя люблю отойди от меня а ну ее пастор пришел ко мне вот брат уже сколько лет мы уже уже пять лет не виделись друг друга и мы подошли вот давал руку обнялись вот как у тебя дела ой слава богу я слышал немножечко этот запах на него у него было какой-то там как называется адекалон или и он я пошел сидел ждал собрания потом сидел там во время объявления я говорю мой очень сильный запах этого пастора это везде я не могу я не смог отойди от этого запаха я думаю вот он серьезно налил наверное целую бутылку на себя это везде я не могу отойди от этого пели там стали с песенки я говорю вау и потом я заметил что это перешел на меня это было прямо здесь когда обнялись и потом я думал да так и должно быть видно и должно быть видно и заметно о нас когда мы были с Иисусом то есть человеческая запаха не совсем не то аминь а когда с Иисусом то есть радость счастье мир и покой вот это все есть и когда мы с ним это переходит именно на нас у них есть такая метод выращивания именно как называется не Шотландия это не Дойчланд Голландия вот Голландия Голландия это ботанисты они хорошего качественного роза посадят где дорогие вот такие и потом они берут недорогие и рядочком посадили и ждут пока они оба цветят и до того как этот смог отпускать свой как полин чтобы переопиление они убирают от этого смысл такое чтобы умножение или это перепиление или переопиление было только от этого главного и в течение времени тот который не самое ценное ниже конечно по всех свойствах он в течение времени не год за годом как называется он начинает больше быть похожим но он осваивается черты этого высшего ценного роза я читал это я говорю ну это да это да это тот роза шаронская вот как царь всех цветок если ты просто рядочком с ним не даст твой плод умножаться посчитай себя мертвым как написано в библии и в течение времени ты самый страшный грешник самый жалкий существо среди всех человечества как апостол павел сказал среди наипервые наипервые грешник я самое хуже в течение времени господь со своим силом своим благодатью он именно берет самые самые низкие среди человечества и делает из них самые такие хорошие и отцы и мамы и бабушки и дедушки аминь самые наилучшие рабочие бомжах господь может именно из них делать что-то ценное слава богу братья и сестры и это из-за него вот есть у нас в персии есть такое интересное ну это как басня поэзия есть что было один человек подошел и он видел что было просто кусочек глина и настолько было запах приятное и он задает много вопросов там этой глины и говорит что у тебя откуда что у тебя там все чтоное и в конечном он просто говорит что вот я просто была с розой это глина здесь написано так а persian фабло says one day a wanderer found a lump of clay so redolent of sweet perfume its odors scented all the room what art thou was his quick demand art thou some gem from some arcane or spikenard in this rude disguise or other costly merchandise nay I am but a lump of clay then whence this wondrous perfume say friend if the secret I disclose I have been dwelling with the rose поэзии красиво в английском вот то есть заметно ли твоей жизни что ты был с Иисусом богоханя его бесподобная четвертый понимаешь что роза у него черты лечебные медицинские свойства свойства мы щутили с женой с Наоми на первый дом где мы жили его уже он не стоит потому что это было ужасно надо нельзя было бы переехать туда в этом доме но никто не сказал я просто думал что все дома вот такие это было ужас тихий ужас просто и слава богу что вот пережили но у нас был маленький такой переулок раз два три четыре пять с половиной шесть было такое не совсем понятный человек который там достроил самостройка до гаража он был пьяный он был бомж и он в ночь ходил и гулял и искал вот именно стройматериал но всегда когда стоял утром он там лежал прямо на поле ну был очень запах вообще отвратительный и комары его укасали и кровь текли и ой я пытался его до креста но он не хотел но это было только одного из наших соседей я сказал что будем написать книгу называем наши соседи в Украине потому что первый сосед Саша его зовут он он был тот который был пьяным но кодировали его так что он всегда сказал что я не пью но всегда видел его пьяным я говорю вот Саша что такое ты говоришь одно и ты поступаешь другое что такое я уже первый раз второй раз третий раз я с любезностью просто терпел и потом это меня чуть-чуть донимало я говорю нет мне надо уже с ним немножечко так нельзя просто говорить прямо такой ложь и без какой-то там не знаю проверка или ответственности так что я ему подошел я тебя видел вчера ты почти была ложа на полу и что такое я не пью допротив бабушка бабушка не была совсем плохая но у нее была маленькая маленькая собачечка называется Кнопя и Кнопа был психопат кнопечка кнопечка и кнопечка всегда приближала именно стояла у двери наши и смотрел на нас во время это был наш дом и нанимали амин это вот пожалуйста не мешай всегда на нас когда мы были в доме и особенно когда была полная луна она там стояла и просто не смогли спать я взял это оружие и отдавал один раз и амин дедушка наш сосед у него была злая злая собака эта собака всегда даже он не хотел он не смог как разделиться с этой собакой хотя собака нападала на свою супругу отвергал целый кусочек мяса все равно он хорошая 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 страшная собака это другое так что наши соседи были очень интересные ну наверное самый интересный такой сосед был как его зовут помнишь этот Олег Олег был Олег он был в Афганистане и он однажды стучил Джошу был самый маленький такой и я открыл дверь добрый вечер и он пытался входить в моем доме для нас без приглашения это очень что-то здесь без приглашения мы еще не познакомились и пытался входить я его остановил что ты хочешь он говорит вот хотел познакомиться с вами я говорю хорошо познакомимся меня зовут Кристофер он говорит а меня зовут Олег а как вас зовут я говорю Кристофер и он как что-то Кристофер Крис 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 и он не не я сделал стоп и он испугался и просто ушел я говорю вау куда я попал это Украина вау и потом через несколько дней я пошел на улицу и я видел этот Олег там были розы у этого у него и у этого бабушка где кнопочка там он просто взял эти розы и кушает просто так он собирает и он кушает я говорю вау ну это да и другая соседка которая ну да ее муж ее муж был в турме в Одессе и тот пьяник сказал что они играли карты с мужем и что он победил и на как на вызов он положил именно свою жену вот было такое и поэтому попросил чтобы давал ему именно место где он смог достроить свой дом то есть наши соседи и дальше еще были интересные такие бабушки ну это достаточно все убеждены что я был шпион так что мы все были очень веселые вместе там кошмар но я тогда я думал какое это за сумасшедшие вот когда человек кушает этой розы потом я понял что именно витамин С самый один из самых лучших как источники витамин С это роза люди здесь они берут розы со сахаром и делают варенье отличная такая штука лечебная и ничего подобного именно лечения нашего Господа Иисуса Христа и напоследок то что интересно о них что роза роза шаронская растет свободно в полях и как раз она растет свободно в полях там особенно в Шароне это значит что Бог их посадил и человек ничего подобного не может сделать Божие творения гораздо красивее и они свободные там был один человек и он был гост в доме одной женщины такая пожилая у нее был сад розы там были и она сказала вот до того как ты уходишь за мной давайте она пошла туда и там были красивые такие розы везде и она взяла ножницы вот эти и начала самые красивые такие розы начали собрать и он смотрел как она все они самые наилучшие она собрала и он говорит что вот госпожа что ты делаешь ты как будто обокраешь от самого себя чтобы мне дарить она говорит не волнуйтесь тем больше я отсекаю тем больше он что дает то есть это нам говорит что вот наш Господь Иисус Христос он во первых доступный и что он дает даром спасения всем и тем больше мы его отдаем людям и свидетельствуем тем больше он дает так что если ты хочешь именно общаться с Иисусом Христом тогда отдайте ему или его другим вот бесконечная источника хорошо так что напоследок я бы хотел сказать что если у тебя этого роза нет на саду вашего сердца сердцах приобрести амин давайте обращаемся в Господу в молитве амин 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 и амин